Я хочу немножко сейчас рассказать о составлении, ну, так сказать, генетических навыков, или, скажем, другими словами, родословных, под игры вообще навчок. То есть есть особенности их составления только потому, что они пчелы. То есть для общей эрудиции это железно. То есть мы сегодня вот говорили, что термины прозвучали породные пчелы и чисто породные. То есть породность пчелы можно определить в два способа. Первое, просто изучив ее известное происхождение. То есть, как правило, если есть матка, у которой есть родословная в трех поколениях по папе и по маме, и отец такой же точно, когда мы их вместе собираем, ну, теоретически нет выбросов куда-то в сторону. Эти выбросы могут быть только за счет генной мутации. То есть один из производителей на генетическом уровне дефективный и после получения потомства оно корявое получилось. То есть выпало из породы. Но, как правило, там девяносто девять процентов, если известных родителей, в общем, одного цветока так и работают в племенном. То есть все родители категорически имеют родословное. Артенка. Запасные микрофоны. Смотрите, это проведено, ну, типично родословное, хотя это бафос, но не обращайте внимания. Сейчас уже и Карпатка, Карника и Украинская Степная точно под какой же схеме составляются родословные. Что нужно для того, чтобы это родословно прочитать, ну, запомнить? Все, что пишется вверх, вот так вот вверх уйти, это всегда мамы. Понятно, да? То, что пишется вниз, вот это папы. Вот здесь проставляется циферка. Это год рождения вот этой матки. Вот это место, это обозначается, где эта матка спарилась. Почему? Потому что вообще составлять вот эту родословную можно только тогда, когда контролируемое спаривание было. Может быть, несколько типов контролируемого спаривания. Самое надежное, это искусственное осеменение. На втором месте вверх изолированный остров, пятислучной пункт, но еще есть условно изолированный. То есть там, где не выдержана пространственная изоляция, это утрудник известного происхождения. Значит, смотрите, что еще обычно в родословных отмечают. Матки, которые могут в материнской линии быть, могут быть чистопородными, но не всегда племенными. То есть мы не успеваем их проверить по дочкам. И, собственно, вот эта дочка и создается, чтобы проверить маму. Но если вот сюда попала вот эта линия по трудням, она всегда категорически племенная. И потомство вот этой матки уже проверено. Сейчас, вот я. Но еще обозначение, ну, то, что здесь есть на схеме. В этом, в крайнем случае, в конкретном случае обозначена порода папаст. Если мы украинскую степную латинские буквы U и S, Карпатка C и A, Кармикой буквой C обозначается. Ну, если попадется в обозначение. Итальянка там буквой I латинской. Следующее. Что такое цифра 03? Она вообще ничего не обозначает. Это порядковый номер, который я могу придумать. Может быть номер руля, может быть номер ополитки. Ну, там, не кого-то, а там номер записи в племенке Квине. Ну, цифра просто. GBI. Это, собственно, мои инициалы. То есть для того, чтобы гиперинфицировать матковода. Сейчас у ОМУ введен вход матковода. 38 цифра Украина. И порядковый номер регистрации. 05, 07, 10. Если мы от матки В-21 вывели дочку, неплодную матку, то, собственно говоря, это и будет родословно... Вот... Выскочило немножко. Ну, пускай. То есть происхождение неплодной матки В-3, и вот ее мама. Понятно. А обозначение подсовской линии, вот, допустим, в этом случае, это фактически обозначается родословной семьи, в которой выведены трудни. То есть это обозначение матери трудней. Если у этой мамы есть родословная, то трудни получаются равномерные и породные. Если родословной у матери нет, то трудни могут быть только не чисто породными, а породными. Для этого просто делаются промеры в этой семье и в этой, и они должны быть четко соответствовать породными. Вот то, что делалось в этом году на влетнике, именно таким путем и делали, потому что это старт родословной. То есть проверяли вот этих родителей верхних и вот этих всех родителей по труду, они были, соответствовали породию. Но дальше родословных неизвестно. Чем предсказуем Батваст, тот же самый, на сегодняшний день, потому что у него вот это вот цель есть. То есть и по папе, и по маме, и по дедушкам, и по дедушкам, и по прапрабабушкам можно проследить происхождение. И легче можно предсказать с большей вероятностью, что у нас будет на выходе. Вот место спаривания и количество отцовских семей, которые выставлялись на влетнике. Можно еще немножко там по труду поговорить, что нужно там во всяком случае знать. Есть семья, в которой есть матка, пускай с определенным произвеждением. В ней есть пчелы, родословная которой будет, это, собственно, по матери, это матка в этой семье. А трутни это фактически сперма, с которыми матка спарилась. Если будут в этой семье выведены трутни, то их родословное происходит только от родословной матери. То есть по большому счету трутни и пчелы, которые в одной семье находятся, они не полные родственники. То есть они вроде брат и сестра, но получается у сестер, помимо мамы, есть еще папы, а фактически трутни, он только от мамы происходит. Это надо как-нибудь там съесть, на бутылке пива, разобраться по тому школу. Всю хую немножко сложновато. Как и мне иногда говорю, с этим надо переспать. Еще то, что на знаке помнить, трутни все в семье, они, в принципе, родные братья, потому что у них общая мать, общее генетическое происхождение. Но при формировании половых клеток, из которых будет трутни выращиваться, собственно говоря, или яиц, там идет деление генома. И за счет этого трутни вроде одинаковые, но на самом деле они не равномерны генетически. То есть они несут частично гены дедушки и бабушки. То есть часть генов отсюда, а часть отсюда получается. А в какой пропорции, только Бог знает. Но, что еще очень важно знать, каждый трутень, он генетически имеет конкретное происхождение, и вся сперма, которую он дает, она совершенно генетически одинаковая. То есть если одним труднем осеменять матку, потомство будет очень равномерное. Это хорошо для ведения племенной наработки, но совершенно не годится для выживания семьи. Вот это генетическое однообразие приводит к тому, что семья пчел становится неполноценной. Ее там клинит в какую-то сторону, почему вот выбирают количество семей 10, для того, чтобы увеличить генетическое разнообразие именно происхождение труднее. Ну там 10-12, там... Следующая строчка, 12 системских семей. Что еще тут? Значит, матка может спариться там, ну, обычно от 6 до 10 трудней. Получается, что в сперматике у матки может быть сперма от такого количества трудней. И если копнуть глубже, каждый же трудник там совершает одинаковую сперму. То есть там 6 порций, и всего 6 комбинаций может быть. Чем больше трудней, тем больше вариация генетическая по сперме. Но все равно, сколько бы ни поставили отцовских семей, все равно в сперматике у матки будет 6-7 всего генотипов. Что еще тут можно сказать? Давайте рассмотрим вариант, что мы вывели трудней отцовских семей. Вот, допустим, была там украинская степная, которую мы назвали там П-46, а у нее известна только мама. А вот эти трудни неизвестны. То есть это был свободный обрет, тут или ставятся иксы, но тут жалко, нет, так есть родословных вообще такая штучка. И мы не знаем вот эту сторону. А только что мы сказали, что генетика трутов, вот с этой записью, она берет гены вот отсюда и отсюда. Вот что они взяли отсюда? Вопрос большой, правильно? А если еще точно такое происхождение матка имеет, у нее мама есть, а труднее мы не знаем. То есть получается, мы получаем, ну, мягко говоря, неполную родословную, у которых нет дедушек. Бабушки есть, а дедушек есть. Нет. Для того, чтобы получить вот такую красивую родословную, нам нужно вывести раз, два, три, четыре, ну, еще одно, пять поколений. Получим сколько лет нужно на это? Два года минимум. Это если его применить, если облетники пять, ну, и плюс там проверка, все такое. Но мы на правильном пути. Если вот это не на чем делать, мы будем топтаться с массовым отбором на басеки. Понятно. Вопросы небольшие. Пожалуйста. А ферма залегает в шарами или нечто? В принципе, в шарами, честно говоря, там анализов очень много. И Броварский даже сделал это в направлении. В шарами залегает, есть, я это называю, эффект последнего трудня. То есть матка, молодая, после облета, начинает засев и очень равномерно идет с ферма одного труда. Ну, это там месяц может быть. А потом она уже пошла дальше в смесь. Чем старше матка, тем больше смесь идет. То есть, и если матка спарилась там с 12-15 труднями, то не факт, что все не попали в скарботеку. То есть, ну, минус, плюс, это не всегда хорошо, не всегда плохо. Еще вопросы. Вот это мне не нравится совершенно, потому что, когда вы сидите и нет вопросов, вы, если вы грамотные все поняли, это значит, что... Или я, болван, ничего не тыню. Пожалуйста. Если, 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 если сестрицких, может быть, да, под труда, то есть, ну, как бы, что я не понял, что труд от одной матки, да, он тогда, и литические, ну, семья, то есть, неполноценная, да, есть уже сестрицких, сестрицкие семьи, там, трудовые, ну, то есть, на них можно обнимать матки. Да, это экологическая валентность. Просто смотрите, я сказал, что если спарить матку с одним трудом, то все спермы будут вообще генетически однообразны. и когда мы будем получать мать-дочек от такой матки, они будут подкопировать зеркальное отображение, практически, там есть вариации вообще немножко по... Искусственно. Да, искусственно. Для чего делается несколько сестрицких семей, в основном направленность, на повышение витальности пчелы в семьях будущих наших маток. То есть, чем больше разнообразия, тем эта семья генетически будет и по факту устойчивее ехать. Но потомство будет несколько различаться, и мы имеем возможность не зеркалки копии взять, а еще из этого разнообразия что-то выбрать, то, что нам подходит. Потому что мы продуцируем не длину усика, там, хоботка или еще чего-то, как раз, а мы хотим получить характеристики нам нужны. там, яйценоскость матки, миролюбие пчел, а вообще, где это и кем передается, невозможно предсказать. По папе, по маме. Скорее, еще, трудный лейфон, ну, то есть, есть ли же от маток, там, от лучших троих, да, трудный лейфон, выставляешь, от троих маток, или же одна какая-то передовая, как, где будет лучше? Смотрите, цели должны быть. Если мы имеем в виду племенную работу, то чем уже диапазон генетический, тем нам легче работать по реп продукции, размножению именно маток этих. А чем шире, тем у нас детальность улучшается, и, скажем, выживаемые семьи, они будут лучше жить и работать вообще. То есть, если товарные матки для продукции, меда продукции, чем шире трудный лейфон, даже разнопородный, тем это будет лучше. А для племенной работы нужно знать четкое происхождение труда по родителям. Еще, пожалуйста, сейчас, секунду, что там девочка есть. Ну, первый этап это получить чистопородных маток. Значит, вот, как будут формироваться труднивые семьи, мы сегодня вечером попытаемся даже это обсудить. Почему? Потому что для того, чтобы их полноценно подготовить, надо два года. Почему? Потому что у нас нет, вот, даже тематки, которые в этом году получили 180 штук, они не являются обладателями таких родослов. Они урезаны. И поэтому, скажем, работать есть на чем. Ну, как методику мы еще должны сами просто съесть между собой договориться. Ясно, что эти все семьи, которые будут выставляться, матки в них должны быть родными сестрами. Категорически. Все. Все выведены от одной семьи, от конкретной. Все матки, вот 10, их там будет 15, и нет одной. И хорошо, если у этой матки есть родословная, папа и мама. А пока такого у нас нет, только есть мама. по бабушкам, да, поняли? Есть группа, которая инструментально сделана? Есть, там два поколения уже есть, с инструменталками немножко легче, то есть можно два этапа за один сезон пройти. Именно направить работу на чистопородность. Уйти пока от племенных, от характеристик, от качества. Цель одна. Племенная матка, чтобы она соответствовала породе. Берем породное с породным, проверили породное, берем еще одно поколение, о, еще породное, класс, пусть мы уже два поколения получаем, и чем больше из детских поколений, тем выше вероятность получения потомства породного. Вот, пока на этом этапе находимся. Пожалуйста, Сергей. Да, я расскажу. Вы сказали, что если матка обыдается с одним трудным, то семья уходит в какую-то крайность. Да. Черчили, пожалуйста, эту тему, правитель. И тогда какое нам нужно делать коктейли при искусственном осеменении? Коктейли делают тоже смешивают с фермом минимум от шести трудней, которые берутся из разных семей. Но должны матки там быть полными сестрами. Тогда генетическое разнообразие получается. В чем проблемы осеменения одним трудным? Все получаются совершенно как подкопирку пчелы одинаковые. Но смотрите ситуацию. У нас есть шесть трудней и один из них передал пчелам способность чистить гнездо. Один всего. То есть шестая часть пчел получается чистюли. Остальные грязнули. То есть семья будет чистая. Но если не дай бог нам попалось все грязнули. То есть семья будет грязнули. То есть ее надо отбраковывать дальше институционной работы. То есть операция делается быстро. Но очень много будет тупиковых комбинаций которые нужно будет отбраковывать. По слове тут ситуация как раз идет наоборот. То есть если шести трудней один злой высловно передал то семья будет злать. И вот тут когда с одним трудьем работает то есть не злых пчел получит в шесть раз быстрее и смешивает то есть ну выгадали не злой получили классные дальше мы можем на этом направлении там куча этих параметров ну например что такое сила семьи все сразу говорят это зависит от того сколько матка в сутки откладывает яиц и сколько животных правильно да человек уже продвинулся и говорит надо это умножить еще на продолжительность жизни пчелы то есть 3000 яиц плюс 50 40 60 дней вот мы получим максимальную силу что такое медопродуктивность пчел это количество пчел умножить их на работоспособность сколько одна пчела может занести меда то есть можно иметь очень сильную семью и она не носит то есть это гостные пчелы а можно не средненькую семейку но они очень жадные на работу и меда нанесут прилично что такое ранение обычно оно вызывается тем что много пчел то есть оно напрямую зависит от яйценоскости матки ну и предпразднованности краю чем сильнее семья тем они пчелы будут удержать в рабочем состоянии пчелы вот такие подходы и много много еще этих параметров еще вопрос пожалуйста вот такой параметр как злобливость это воспитуемая то есть мы можем плохой работой их раздрочить запросто кстати там есть очень интересное выступление злобливость можно даже оценивать двумя подходами первое вот когда рамочку достаем сидят пчелы на рамках или не сидят то есть усидчивость пчел на рамках если пчелы усидчивы они могут кусаться и могут не кусаться но если пчелы не усидчивы они будут практически кусаться всегда то есть теперь дальше идем следующая оценка там пчелы усидчивы но взлетают то есть и крутятся это мешает работе но они же не жалят еще кстати баблост еще в прямом смысле этого слоя, как муравьи, и по ушам садятся на уши и кусаются. Какие колонны грызут? У меня же жена говорит, что чехлы на уши пощем. Они, наверное, красные на солнце. Ну и тепловая ориентация пчел при защите, они находят у нас теплые места, то есть это когда в штанах лазят или за пазухой. Оно вроде еще не ужалило, но уже как-то дискомфорт очищало. То есть с элекционной работой направленной можно уйти. Единственное, конкретно при папости нельзя сказать, что если мы взяли папу не кусючего и маму не кусючую, что дети будут не кусючие, потому что этот параметр придаётся не одним генам, предсессивным вредоминантом, ахрупа генов и что будет. Ну, мягко говоря, непредсказуемо, но надо всё равно... Я, мой совет, категорически вы браковываете семьи на пазики, которые кусаются. Потому что они вам дадут труда, одна семья испортит десять дочек минимум потом. То есть один труд из этой семьи при спаривании попадёт в ваше продолжение рода и всё будет кусаться. Ещё, пожалуйста. А цветом что обозначено? Жёлтый, секретный? Что это? Ну, это конкретно фактус. Там есть понятие F1, допустим. Вот эти F1, вот сейчас точно не помню, там ниже обычно есть обозначения. Кажется, жёлтые идут. Те, которые считаются F1. То есть это идёт гибрид первого поколения, или межпородного, или межлинейного скрещивания. То есть, если вот B21 жёлтая, ну, тут могли даже взять из-за того, что B80 была жёлтая F1, на неё перенесли, что это ещё нестабильная линия. И если она тут даже без цвета обозначена, а тут были и жёлтые, значит уже это поколение таково, что оно стабильно. В F1 обычно наблюдается большой разброс. И обычно нужно 2-3 поколения, чтобы убедить то, что мы в первый F1 взяли, что оно переносится дальше. То есть, ну, нестабильная комбинация, скажем так. А там есть ещё зелёные, жёлтые, синие, там формовые породы, стабилизационное скрещивание. Так что у нас там по времени. И можно ещё один вопрос? Спасибо, конечно, что вы всё это нам красиво рассказываете. Знаете, что единственное? Конечно же уровень подготовки людей разный. Вы, конечно, очень... Да я пытаюсь... Это даже вне всякого сомнения, это не обсуждается. Значит, подскажите нашим коллегам, и мне в том числе всем, о классике, что нужно почитать, чтобы мы вышли на ваш уровень. Я имею в виду сначала Ротнер, Матководство, значит, Ротнер, значит, селекция, селекционный отбор. Следующий момент, значит, что там, Билла, что у нас имеется по селекции. Что ещё? Чтоб люди записали эти, потому что через год мы встретимся, и вы будете опять о мамах рассказывать, и опять не поймём родослов. Наверное, я больше всего помнил, когда прочитал вот эту книжку. Кстати, её сегодня в ЕДИС привёз. Вы подсказали нашим коллегам. Ну что читать? Сейчас вот Омар сделал методичечку такую, но тут я как её тут почитал несколько проколов. Ну, в целом, обрезаны, очень сильно обрезаны. А классики, что вы посоветуете? Это классика. Нет. А ещё? Вы понимаете, нашу классику института Кальярска уже на сегодняшний день нельзя считать классику. Я понимаю. Но, тем не менее, вы понимаете, остальные же принципы, которые можно читать. Вот скажите, что людям, чтоб все совершенство десять раз пересчитали, но от кого у вас скоро будет? Там это селекция и отбор. Значит, селекция, селекционный отбор Билла-Шар. Правильно? Что мы имеем? Рудного? Читаем. Да, можно почитать. Что ещё? Понимаете, в этой книжке собрано всё категорически прикладного характера пчеловодства. И самое интересное, что братан, я чуть не упал со стула, когда читал, с Менгелем дружил, а Менгел был пчеловодным. Кстати, вся эта теория разработана всего семьдесят лет назад. Не семьсот лет, не сто, не сто двадцать. А семьдесят лет назад, и даже то, что матка в полёте спаривается с несколькими труднями, этому доказано шестьдесят шесть лет назад. То есть вот эти знания для нас, они относительно новые, надо уже идти дальше. История по спиральке идёт. Так что нужно вот выйти, скажем, даже на изучение генетики. Нет, Белоша, почему? Понимаете, раньше все вот эти генетика пчёл, возьмите любую старую книжку, всё базируется на свободном спаривании банка. Всё. То есть от этого надо уходить, то есть там миллион комбинаций, мы можем этих миллион сократить до десяти и в ходе целенаправленно вести селекционную работу. Только за счёт контролируемого спаривания. А я просто хочу... Сколько у нас времени там где-то? Понимаете, вот проблема в чём? Конкретно вам отработок. Наверняка у каждого из нас на базе, как те, кто матками занимается, есть супер-вупер-цемьяка. Там её брата там жемчужиной называют. Ну вот класс. Ну вот она ось есть. А что с ней делать? Что с ней делать? Чтобы повторить её. Ну вывести маток неплотных, да? Ну вывести их дальше. Их же надо с новой теорией на каком-то фоне облётывать. Вы что, их прутите в свободное спаривание и думаете, что все дочки будут супер-вупер? Нет. И уже сказали, что это у вас украинская степная. Три будут как мама. Три будут хорошие. И три нужно будет четыре отбраковать. Но у меня статистика была там два-четыре... Сколько там осталось? Четыре, да? То есть две классных, четыре хорошие и четыре... Ну в принципе от всех такой же. Сорок процентов надо отбраковки делать. У Баквоста я вот... Почему меня убил сразу? Мало того, что я приобрёл шесть маток, я с них не смог в первый сезон определиться, а какая лучше. Они одинаковые. Совершенно одинаковые. По селе, по мёду, по слабливости, по цвету пчёл. Ну это одинаковые. Единственное, что я от трёх начал выводить, и выяснилось, что у одной матки более жёлтой. А все кричат, давай жёлтой, пожалуйста. Ну вот, приоритет только так определил. Ну и на сегодняшний день, конкретно, у каждого из вас может такая нарисоваться матка. Что мы можем сегодня и предложить, и конкретно сделать для того, чтобы получить вероятность 90% передачи свойств. Механизм есть. Как мы его реализуем? Мы от этой матки должны вывести неплодов, и совершенно не обращать внимания, с кем они обретятся. И эти сельи потом мы будем использовать в качестве, для получения труда. Вторым заходом мы выводим ещё раз от этой сельи маток неплодных, всадим их в клеточки, набираем от сельи, которая была до этого выведена, F1, труда, кладём это всё в коробочку и отправляем инсибинатору. Он насединяет этих маток фактически племянниками, и мы очень классно получаем маточку, там уже немножко ибридную называют её, но из тех, что я пробовал, 90% они мало. То есть вот путь конкретный. Если будет при этом у кого-то породный труд украинской степной, а он уже в принципе есть у нас там с двенадцатым поколениями, можно отдать под инсиминацию этим трудом. И посмотреть, я думаю, что вероятность повторения хороших результатов будет не меньше 80%. А при свободном спаривании 30%. И кстати, селекционная работа с чистотародным материалом может эффект повышения производительности дать 200-300%, а естественный отбор 20-30%. Есть за что платить деньги. Но чем лучше у нас будет результат достигнут, тем больше будет проблем его сохранить. Вот, ну это замкнутый круг. Ну и получается, тут как раз сегодня вспоминали, может ли все обратили внимание, чем мы сильнее делаем чистотародное разведение, тем у нас меньше возможности сохранять полученные достижения. Потому что в имбридинг вылазим. А вот как раз система Баквост уходит от этого. То есть мы можем ввести новую кровь, уходим 100% от дрибинга, а потом уже практически за счет комбинационного скрещивания восстанавливаем те параметры, которые потеряли в приблиге новой крови. То есть однозначно потеряли. Все почему-то считают, что гибриды первого поколения всегда должны быть иметь высшую производительность. Это ошибка, как я говорил. И не всегда на это действие вот здесь можно рассчитывать. Хотя он может достигать 300%. То есть надо подобрать пару, а потом сказать, вот действительно эта пара, она в карниках мамы и отцы кавказянки. Эта подобранная пара обычно плюс 100% дает недопродуктивности. Но они даже не передают вот эти свойства. Кстати, у нас вот это расщепление, закон Менделя расщепления. Для того, чтобы получить расщепление в F1, нам нужно вывести сначала маток F1. Смотрите, тут картинка какая. Поменьше что-нибудь. Да вот, хорошо стоит. У нас есть у этой вот маточки есть мама. И фактически трудни, которые в семье вот этой определяются только вот этой вот штучкой. Так, как же это объяснить мне проще? Наверное, после деда придется. Тут, понимаете, мне надо же как-то... Ну ладно, сейчас еще раз попробую. Тут мне нужна просто гибридная линия. Ну, допустим, смотрите какая ситуация. Вот эта матка получена... Тут, кстати, так и есть. В ГР это греческая пчела. И она скрещена с Бабхостом. Вот это фактически... Ну, по записи на самом деле нет. Это гибрид фактический F1. Но трудни в этой семье греческие, а пчелы гибридные. И семья это работает. Для того, чтобы получить расщепление по закону Менделя, нам нужно получить гибридную матку. Гибридная матка получается, если мы в этой семье увидим неплодочку. То есть неплодная матка будет иметь маму вот эту, а папу вот этого. Дальше нам нужно получить гибридных трудней F1. Для того, чтобы получить гибридного трудней F1, нам нужно сначала получить маток неплодных F1, а потом от них вывести трута. Дальше, если мы де-факто гибридного трута скрестим с гибридными матками, вот тут только мы получим расщепление во втором, как говорится, порядке. Но где вы на практике видели, чтобы на одной пасеке все матки были гибридные, и все труднее были гибридные? У нас, как правило, трудневый фон, он стабильный, местный, он не меняется. И у вас, фактически, в поколениях F1, F2, F3, никакого расщепления не будет, а просто будет, если трудень патентен, он будет выдавливать вашу породу. То есть, каждым поколением у вас пчелы будут приближаться к месту. И все, никакого расщепления в потомстве не будет. Для этого нужно создать специальные условия. Все, обедаем? Да, дома на ковроши. Субтитры сделал DimaTorzok